Добрый день, уважаемые коллеги! Два дня мы уже говорим о диагностике рака молочной железы и понимаем, что сначала это была проблема мультипараметрическая, потом это уже сейчас мультимодальная, но она переходит уже и в проблему мультидисциплинарную. Современная точная диагностика имеет большое значение для прогноза заболевания и выбора правильной тактики лечения. Сегодня уже Марина Сергеевна, она затрагивала эту тему, потому что именно от точности нашей диагностики будет зависеть планирование того или другого вида хирургического вмешательства, будь это органсохраняющая операция или мастектомия. При нашем описании мы обязательно должны указывать, имеется ли у нас связь с кожей по куперовым связкам, как основной источник распространения патологического процесса, и имеется ли у нас связь с соском. И хочется отметить, что в последние годы стратегия хирургического лечения она пересматривается в сторону как раз таки эстетической хирургии. И это стало возможно благодаря развитию теоретических представляций о характере самого заболевания, о улучшении методов совершенствования неодевантной химиотерапии и, конечно же, улучшения нашей с вами диагностики. И все это привело к тому, что кроме лечебных задач ставятся еще одни большие задачи. Это оптимальный эстетический результат и максимальное продление качественной и социально активной жизни наших пациентов. Поэтому, когда мы пишем заключение, мы понимаем, что мы пишем заключение не для того, чтобы мы нашли эту опухоль и не нашли. Мы должны обязательно писать это распространение, потому что именно ключевыми методами будет, что будет задействован сосково-ориальный комплекс или нет. И мы понимаем, что если это будет задействовано сосково-ориальный комплекс, то совершенно это будет другая радикальная операция. И так как мы уже настроены на социально активный смысл жизни наших пациентов, их эстетическое состояние, то как раз-таки необходимость сохранения сосково-реолярного комплекса, она будет именно улучшением качества жизни наших пациентов. Но в настоящее время какой метод выбрать для критерия вовлечения сосково-реолярного комплекса, маммографию, ультразвуковую диагностику, МРТ, нет таких сравнительных исследований. И поэтому какое бы исследование мы не выполняли, мы должны ответить нашим коллегам, хирургам, химиотерапевтам, лучевым терапевтам, что будет влиять на выбор тактики лечения, будь это органосохраняющая, будь это мастектомия. Первым делом мы должны ответить локализацию, конечно же размер. Следующее мы должны ответить тип роста, будь это мультифокальный, мультицентричный или билатеральный, и наличие компонента инситу, и естественно наличие метастатических лимфатических узлов. Когда мы будем описывать локализацию, мы обязательно должны описать, имеется ли связь с подкожно-жировой клетчаткой, имеется ли связь с кожей, имеется ли связь с грудной мышцей. А самое главное, мы должны отметить, имеется ли связь с соском. И понимаем, что если опухолевый процесс у нас будет располагаться на 5 мм, то здесь очень велика процент риска инвазии соска. Но, несмотря на то, что мы пытаемся ответить на все эти вопросы, мы сталкиваемся с такими сложностями, как повышенная плотность ткани молочной железы, сегодня мы уже не говорили, фиброзно-рубцовые изменения и особенности самой строения опухоли. И при цифровой маммографии мы видим, что у нас имеются два основных, так сказать, ограничения. Первое ограничение – это достаточно небольшая чувствительность, когда на фоне плотной ткани мы пропускаем опухоль за счет маскирующего эффекта. И второе – это за счет небольшой специфичности, то есть мы ставим достаточно много ложных, положительных интерпретаций. Это сама наша опухоль, она может нам интерпретировать псевдо-опухоли. И поэтому эти ограничения, они нам стали мотивацией для обновления существующих уже технологий маммографии, вызывающих и разработки новых технологий, которые нам помогут нивелировать все эти недостатки. И вот такая технология должна была быть быстрой, точной, доступной. И в 2008 году в практику вошла контрастная спектральная двухэнергетическая маммография. Хочется сказать, что тема все равно остается актуальной, потому что первые публикации появились в 2011 году. Это самый последний скриншот мая 2020 года. Да и вы видите, что уже столько лет существует контрастная маммография, но она не ответила еще на все вопросы, которые она может ответить. И существует всего 150 публикаций. Сейчас мы не будем говорить о методике, да, интерпретации, потому что мы это поговорим на мастер-классе. Но наши исследования, исследования зарубежных акторов показывают, что контрастная маммография, она себя показала очень даже хорошо. Ее чувствительность, она значительно выше, чем при цифровой маммографии, приближается к магнитно-резонансной, но немного выше ее специфичность по сравнению с МРТ. Какие же преимущества? Это высокая точность, высокая информативность, простота проведения, высокая достоверность и, конечно же, быстрая диагностика, которая позволяет снизить тревожность пациенток благодаря сокращению времени, необходимого для получения результатов исследования. Возможности. Это высокая чувствительность методики при выявлении минимального рака молочной железы на фоне плотной ткани, точность оценки размеров образования, близких к гистологическим и к МРТ. Это методика эффективного оценки мультицентричного, мультифокального и билатерального процесса, оценка эффективна для уточнения формы роста при ограниченно растущем инфильтративном раке, который у нас зачастую на цифровых маммограммах, выглядит как фокус локализованного аденоза. Это оценка эффективности неодевантной химиотерапии, оценка после органосохраняющих хирургических вмешательств и послеоперационного наблюдения у пациенток больных раком молочной железы. Ну и самое последнее, конечно же, это для снижения количества интервенционных вмешательств за счет улучшения визуализации очаговой патологии на фоне плотной ткани. В нашем институте была проведена работа на достаточно большом количестве пациенток, больше 300, где мы попытались выделить паттерны как раз контрастирования для диагностики доброкачественных и злокачественных образований. Как мы понимаем, что только одно интенсивность накопления контрастного препарата в образованиях нам не даст такой дифференциальной диагностики между добром и злом. И такие вот типа накопления, как сетчатый, зернистый, кольцевидный и точечный, они наблюдаются у нас только при доброкачественных образованиях. Диффузно-сферический, лакунарный, облаковидный и неоднородно кольцевидный зачастую это злокачественные образования, а вот клубковидный мы встречали как при злокачественных, так и доброкачественных образованиях. Сетчатый. Чаще всего это были либо растущие фиброденомы, либо это гомортомы. Зернистый. Встречались при фиброденомах, и еще мы их встречали при доброкачественных листовидных опухолях. Кольцевидный. Это, конечно же, простые кисты, либо это сложная киста. Точечный. Точечный чаще всего наблюдался при гомортомах и при фиброденомах. Вот хлопковидный, про который я говорила, это же, конечно же, при злокачественных образованиях. Здесь имелся именно такой паттерн накопления от центра к периферии, то есть такой типичный. Это пример доброкачественного, это послеоперационная гематома, либо такие же гематомы мы встречаем после пункционных биопсий, поэтому мы не рекомендуем выполнять контрастную маммографию сразу после пункционной биопсии. Диффузносферические. Это активный тип накопления контрастного препарата при злокачественных образованиях. Лакунарный только при злокачественных, как и блаковидный. А вот неоднородно кольцевидный мы встречали при злокачественных образованиях муцинозной опухоли, при раке в кисте и при хронических маститах. Вы видите сравнительный анализ диагностической значимости цифровой маммографии, контрастной маммографии без типа учета контрастирования и с учетом типов контрастирования. И видно, что чувствительность, точность и прогностическая точность отрицательных результатов она значительно выше, чем при цифровой маммографии и контрастной маммографии без учета типа контрастирования приближается к 100%. Но несмотря на это, этот метод также имеет свои и ложно-отрицательные, и ложно-положительные результаты, примеры которых я сейчас вам покажу. Первый случай. Пациентка молодая, 29 лет, жалуется на отек, боль в левой молочной железе, температуру тела, в области внутренних квадрантов пальпируется болезненное уплотнение, которое связано с соском. По месту жительства этой пациентке ставят нелактационный мастит, назначают антибиотикотерапию, но терапия не приносит положительных результатов. В пациентке выполняется магнитно-резонансная томография, при которой вы видите, в нижнем внутреннем квадранте визуализируется гиперваскулярный инфильтрат с нечеткими тяжистыми контурами, инфильтрирующая окружающую клетчатку кожу, отмечается отек мягких тканей без достоверных МР-признаков инвазии грудной мышцы и имеется инвазия соска. Выставляются МР-признаки рака молочной железы, с этим она поступает к нам в институт, просит выполнить маммографию для исключения микрокальцинатов. На цифровой маммографии видно, что в нижнем внутреннем квадранте имеются фокусы уплотнения, имеется тракция соска и какая-то связь с кожей подкожно-жировой клетчаткой. На субтракционных изображениях мы выявляем инфильтрат с выраженным лакунарным типом накопления контрастного вещества и тоже выставляем БРАЦ-5. Однако по оценке выполняется пункционная биопсия, вы видите, что это фрагменты ткани молочной железы с хроническим гранулематозным специфическим маститом, опухолевые клетки были не обнаружены. Это пример именно вот этого сложного и гипотического гранулематозного мастита, очень редкого заболевания воспалительной природы, еще чаще всего он встречается у молодых рожавших женщин и не имеет связи к дальнейшему развитию рака молочной железы. Второй пример. 35 лет. Год назад пациентка заметила выделение из правого соска. В анамнезе у нее лучевая терапия на область редостения по поводу лимфогранулематоза. При осмотре молочные железы правильной формы, соски не втянуты, сосок правой молочной железы красноватого цвета мацерирован, частицами покрыт корками. Патологических образований в самой молочной железе не выявлено. На цифровой маммографии мы патологических изменений не видим. Естественно, если предполагают, что это рак педжета соска, то первым делом берут мазок. Образований в самой молочной железе нет. Однако этой пациентке был выполнен томосинтез, и мы видим, что за соском нечетко визуализируется узловое образование с такими нечеткими контурами, но без четкой ограничения от окружающих тканей. И на постконтрастных субтракционных изображениях мы все равно не получаем этого образования. И пациентке тогда выполняется однофотонная компьютерная томография, и видим, что на фоне диффузно повышенной фиксации радиофармпрепарата в железистой ткани за соском выявляется очаг патологической гиперфиксации с интеграфическими размерами до 10 мм. Пациентка была прооперирована. Это пример болезни педжета правой молочной железы и как раз-таки ложно-отрицательного результата, который мы не получили при контрастной маммографии. Еще один пример. 47 лет. Эта профилактическая маммография была выполнена у пациентки с отягощенным семейным анамнезом. На цифровой маммографии нечетко визуализируется фокус локальной асимметрии правой молочной железы. Зато на постконтрастных изображениях мы выявляем образование с достаточно четким контуром, активно накапливающий контрастный препарат по лакунарному типу. Выставляем Байратс-5. После функционной биопсии это инвазивный неспецифицированный рак. Больная прошла анеодевантную полихимиотерапию. И это пример после контроля анеодевантной химиотерапии, после четырех циклах, где мы видим полный маммографический регресс. После операции в ложе опухолевой клетки не были обнаружены эта степень лечебного патоморфоза по милерпену-5. Следующий пример. Немолодая женщина, 61 год. У нее была плотная ткань молочной железы, жалобы на образование с достаточно большой 3 см, с четкими неровными контурами в правой молочной железе. К нам она поступила с диагнозом общетофиброденома. Что мы видим на цифровых маммограммах? На цифровых маммограммах мы видим, что в верхненаружном квадранте у нас имеется фокус уплотнения, который состоит из неоднородных кальцинатов, плеаморфных. Зато на постконтрастных изображениях мы выявляем сразу два типа накопления. Первый тип накопления в верхненаружном квадранте, посмотрите, небольших размеров до сантиметра, с диффузно-сферическим типом накопления. И второй достаточно большой, вплоть до соска. Это с лакунарным типом накопления по извитым протокам. Это пример как раз сразу двух типов опухоли. Первый – это инвазивная неспецифицированная карцинома 9 мм в наибольшем измерении. И второй – это выраженный нутепротоковый компонент солидного крепрозного типа с фокусами комедонекроза, который до соска. То есть в данном случае мы говорим о том, что тактика лечебная, здесь совершенно поменяется у этих пациенток, чем планировалось и раньше. 38 лет, молодая женщина, жалобы на безболезненное уплотнение, но она является носительницей БРК-1. На плотное молочное железо. В нижнем внутреннем квадранте мы выявляем, посмотрите, местами сгруппированные по типу битого камня, а местами кальцинаты по типу жемчужного ожерелья. На субтракционных изображениях в нижнем внутреннем квадранте несколько узловых образований с выраженным диффузно-сферическим типом накопления контрастного препарата. Но было бы все хорошо, мы поставили мультифокальную форму. Но в верхненаружном квадранте имеются аналогичные очаги отсева, и это пример как раз-таки мультицентричной формы ракомолочной железы. И хочется сказать напоследок, что у нас не стоит прогресс. У нас есть другие методы исследования, которые мы тоже также должны использовать. В нашем институте есть специализированная гамма-камера. Вы видите, она очень похожа на наш маммограф, но кроме только места прижимной лопатки, имеется высокопольный детектор. Выполняется также в храниокалдальной, медиалатеральных проекциях, и, естественно, ее возможности за счет двух камер очень большие. Она приближена к конфигурации молочной железы, и выявляемость опухолей от 3 до 6 мм. Единственное, что эта процедура, она более длительная, чем маммография, и контрастная маммография длится она до 20 минут, поэтому процедура проходит сидя. И я приведу вам пример. Плотная молочная железа, молодая женщина, после ультразвукового исследования злокачественных образований выявлено не было. На цифровых маммограммах мы видим только асимметрию в левой молочной железе. И посмотрите, какое громадное образование бугристые, неоднородные структуры за счет участков пониженной плотности выявляются в левой молочной железе. Это не специфицированный рак молочной железы. Я специально привела этот пример, а не минимальную карциному, чтобы сказать, что даже, представляете, при плотной ткани таких больших размеров опухоли зачастую тоже пропускаются. Поэтому напоследок хочется сказать, что только комбинация всех методов ультразвуковой диагностики, магнитно-резонансной томографии, маммографии, мамосцинтиграфии, контрастная томосинтеза, она обеспечивает нам результат. Благодарю за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok